Это программа «День с толком» в студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Барнаульцам предлагают оценить работу общественного транспорта. Сделать это можно онлайн и анонимно. Подсудимые впервые давали показания. Суды по кромкому делу «Хэппи Бэби» близятся к завершению. Сдай бумагу, спаси жизнь. Барнаульцев просят помочь девочке с редким генетическим заболеванием. Довольны ли барнаульцы работой общественного транспорта? Решили узнать в мэрии и запустили на официальном сайте города онлайн-опрос. Он анонимный и на заполнение анкеты уходит, как обещают, не более 15 минут. Результаты должны, по мнению чиновников, повысить качество работы общественного транспорта, сделать более удобным и современным. Напомним, что перевозчики недавно вновь просили повысить стоимость проезда. Среди параметров, которые должны оценить барнаульцы в анкете – скорость движения, температура в салоне, стоимость проезда и безопасность. А пока чиновники только собирают мнение, мы уже задали некоторые из вопросов анкеты на улицах. Во-первых, очень грязно, очень грязно. Что в автобусах на сиденьях порой вообще страшно садиться или там, допустим, об окно опереться, там очень грязно. Ну и расписание у них ужасное, в час пика вообще невозможно ни уехать, ни приехать. Безопасность остановок вполне нормальна, но дело в том, что у нас в Барнауле, как бы сказать, шофера не уважают без пожилов. В троллейбусах сейчас неудобно, например, то, что все водители предоставят. То есть, оплата водителей идет, это не очень удобно. Могу ждать 20 минут. Может, например, интернет показывать, что есть транспорт, а он просто не придет и все. Можно вообще не уехать, только на такси. Было бы поменьше пробок, мне кажется, было бы все хорошо. Но так как загруженность дорог большая, у людей очень много времени уходит на добраться куда-то после дела. Подсудимые по делу Happy Baby сегодня впервые дали показания. Напомним, в начале 2018 года кадры из элитного детского сада в Барнауле облетели всю страну. На них видно, как воспитанников швыряют и закрывают в темных комнатах. В деле более 50 томов. В рабочую группу вошло около 100 следователей. Сегодня дошли до показаний. Тему продолжит Ирина Корчагина. Заседание суда по делу элитного детского сада Happy Baby в очередной раз проходит в закрытом формате. Наша съемочная группа не может попасть на заседание, потому что все потерпевшие, а это 15 человек, еще малыши. И многим из них нет даже с 6 лет. Но совершенно точно мы знаем, что сегодня впервые подсудимые дают показания. Отвечать приходится за эти кадры, на которых детей, которые едва научились ходить, бьют, толкают, накрывают с головой. Всего 176 эпизодов издевательства. Это более 200 часов видео. Как считают родители, все это происходило на протяжении полугода, пока одна из мам не пришла в детский сад раньше времени, увидев, как там обращаются с ее сыном. На скамье подсудимых сейчас пятеро человек, заведующие и воспитатели детского сада Happy Baby. Сегодня двое из них дали показания, читали с листка. Заседание закрытое, мы не можем говорить о фактах конкретных. Могу лишь просто сказать, что то, что представлено на видео, у них у каждой своя легенда. Они описывают происходящее так, как хотят это представить суду. Мы считаем, что это делается исключительно с той целью, чтобы уйти от ответственности. Как можно так изворотливо излагать то, что мы видим на видео? Вот это, наверное, поразило больше всего. Человек, который говорит правду, ему нечего скрывать, он говорит как есть, своими словами, даже если он запинается, даже если он где-то там задумался, но он своими словами говорит. А люди читают все по бумаге, читают очень протокольно, то есть с указанием на ссылки законов. Соответственно, это и выглядит очень формальный подход. Суды идут третий год, и среди этих детей некоторые уже даже пошли в школу. С кем-то до сих пор работают психологи. Один ребенок, который в детском саду перестал говорить, до сих пор так и не заговорил. За все это время мамы воспитанников детского сада «Хэппи Бэби» так и не получили ответы на главные вопросы. А почему это все происходило на протяжении столько времени с нашими детьми? А что они такого вам сделали? Опять же, на том же видео я ни разу не увидела, чтобы кто-то из детей сделал что-то из ряда вон выходящее, за что можно бы получить наказание, которое они получали. Еще троих подсудимых, которые сегодня не брали слова, выслушают 6 октября на следующем заседании. Можно уже сделать вывод, что заседания осталось не так уж и много, и мы уже движемся к приговору. И мы будем обязательно следить за этой историей. Ирина Корчегина, Андрей Печеркин. День с толком. Вместо уроков – эвакуация. Сегодня из-за пожарной тревоги более 200 детей покинули 56-ю школу. В учебном заведении произошло короткое замыкание. Позже спасатели сообщили, что пожара удалось избежать. Они проверили каждый кабинет школы и выяснили, что всему виной оказался неисправный электроплафон, то есть светильник в спортзале. После смертельного случая с 10-летним мальчиком из Мамонтовского района, который надышался газом из баллончика, алтайские законотворцы активно заговорили о штрафах за продажу бытового газа и энергетических напитков детям. Напомним, летом краевые депутаты приняли закон, ограничивающий продажу данных товаров несовершеннолетним. Следующий этап – наказание рублем за нарушение краевого закона. Подробности у Валентины Аскеровой. Продажу детям тонизирующих без алкогольных напитков и баллонов с бытовым газом запретили в августе этого года. Однако уже в сентябре мальчик из Мамонтовского района свободно приобрел в магазине запрещенный товар, дышался и умер. Наркологи краевого диспансера отмечают печальную статистику по смертности от отравления газом в России. Ежегодно порядка 300 детей в Российской Федерации просто гибнет, то есть это потребление с летальным исходом. Что касается Алтайского края, в предыдущий год, если не ошибаюсь, по-моему, три случая летальных происходило. Говорят наркологи о катастрофическом вреде энергетиков, которые имеют огромную армию поклонников среди детей. За счет синтетического кофеина в составе они негативно влияют на нервную систему и порой вызывают судорожный синдром. Кстати, энергетические напитки – это еще и первый этап к алкоголизму, рассказывают врачи. То приятное ощущение, ради которого употребляется в том числе энергетический напиток, оно в дальнейшем притупляется, то есть возрастает, необходимо повысить дозировку употребляемого вещества, либо перейти на более что-то крепкое. Поэтому, конечно же, подростки нередко переходят на употребление и алкогольной продукции, и наркотиков. Специалисты наркодиспансера настаивают на скорейшем введении административной ответственности за продажу как газовых баллонов, так и энергетиков детям. Краевые депутаты на ближайшей сессии рассмотрят данный законопроект. И уже на первой сессии в октябре мы принимаем в первом чтении, далее после оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития мы будем принимать во втором чтении данный законопроект. До конца этого года данный вид ответственности будет введен на территорию Алтайского края. Если поправки в краевой закон примут, то правонарушителям грозит штраф физическим лицам от 500 до 1500 рублей, должностным от 5 до 10, а юридическим от 10 до 20 тысяч рублей. Политина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Жители Барнаула не могут попасть на прием к врачам. Речь идет о плановой медицинской помощи. В редакцию толка обращаются жители города, которые не могут дозвониться в свои больницы. При этом даже личный визит в учреждение не всегда гарантирует запись к тому или иному специалисту. Проблемы возникают и при записи через госуслуги. В Минздраве пояснили, что ограничений по плановой медицинской помощи в связи с ковидом нет. Есть сезонный рост заболеваемости ОРВИ. К тому же медики тоже имеют свойство болеть. И теперь главное, чтобы не повторился сценарий прошлой осени, который привел к полному коллапсу в системе здравоохранения. Кстати, в прошлом году серьезный всплеск ОРВИ и коронавируса пришелся примерно на это же время, спустя две недели после дня города. И опять о транспорте. Каждый второй пассажир без маски. В Барнауле в связи с разгаром сезона инфекционных заболеваний сотрудники Роспотребнадзора и полиции усилили контроль соблюдения масочного режима в торговых центрах и транспорте. Подробности у Софии Яценко. Вы гражданин без маски ездите в автобусе. Почему вы ее не одеваете? Забыли? Ну знаете, что есть требования. Пассажирам, в том числе, приезжающим в общественном транспорте. Забыл, не успел, сейчас надену. Стандартные отговорки пассажиров барнаульского транспорта. Санитарные требования соблюдают далеко не все. В масках лишь сознательная половина граждан. Вот у вас стоит пассажир без маски. Как вы с такими пассажирами работаете? Которых мы не должны обслуживать. Они же прекрасно знают об этом. Нет. Обязанность по неоказанию услуг указанным губернатором возлагается на вас. Заходят в масках, потом они их снимают. Потом снимают. Конечно. Кондукторы уверяют ситуацию контролировать. Пытаются. Просят надевать средства защиты при оплате проезда. Но просьбу пассажиры выполняют неохотно. А сколько можно говорить, объяснять людям? Ну высаживайте. Высаживайте. Ну я не знаю, как у вас юрлицо есть. Принимайте какие-то меры. Меры принимать надо и работодателям. Нарушения начинаются уже с главного сидения в транспорте. Водительского. Уважаемые пассажиры, кто торопится, можете выйти. На 7 минут отвлеку вашего шофера. Маска, по словам водителя, испортилась. Запасной не было, вот и не надел. Зато теперь придется раскошелиться не только на новое средство индивидуальной защиты, но и оплатить штраф. А он не маленький. Только для пассажиров нарушителей он составляет от 15 тысяч рублей. Для юридических лиц еще больше. Из четырех проверенных автобусов на сегодня, один шофер был без маски гигиенической. В отношении его составлен протокол по части 2 статьи 6.3, который будет рассмотрен в суде и принято решение в отношении его. Ну скорее всего будет принято решение наказания. Только за лето этого года было составлено порядка 60 протоколов о нарушении санитарных правил по коронавирусной инфекции. Рейды планируют продолжать и осенью. Несмотря на то, что многие уже успели вакцинироваться, расслабляться не стоит. Риск подцепить инфекцию по-прежнему, особенно в сезон урви и гриппа, высокий. София Яценко, Андрей Печоркин. День с толком. Сдай бумагу, спаси жизнь ребенку. В краевой столице продолжается акция по сбору макулатуры в поддержку маленькой Маруси Яценко. Все вырученные средства идут на лечение девочки. Требуется почти 170 миллионов рублей, но пока не собрано и половины от необходимой суммы. Однако времени, чтобы помочь девочке победить редкое генетическое заболевание, остается совсем мало. Подробности в репортаже Валентины Аскеровой. Она не могла даже ногу передвигать. Сейчас она уже уверенный такой шаковый рефлекс. Еще год назад маленькая Маруся не то что ходить, сидеть не могла. Из-за редкого генетического заболевания мышцы девочки слабели с каждым днем. Ей срочно требовалось лекарство спинраза. Семья его добилась от Краевого Минздрава по суду. Поставили 6 доз. Результат налицо. Однако препарат пожизненный. Будет ли долгосрочное финансирование, никто не знает. Вся надежда на самый дорогостоящий укол в мире. Швейцарский препарат Золгинсма. Еще даже половина не собрано. Да, у нас сейчас 38 миллионов 600, не помню, 20 чем-то тысяч собрано. И еще, в общем-то, огромная сумма. К сбору средств и лекарств, которые в прямом смысле поставят Маруся на ноги, подключились все неравнодушные. Помогают благотворительные фонды, люди. Присоединились и волонтеры. Запустили акцию по сбору макулатуры. Это общеизвестная мировая практика, которая дает шанс на вторую жизнь. И бумажному листу, и людям, говорят добровольцы. Все вырученные средства, пусть и небольшие, направляют на лечение нуждающихся. Начали мы с конца февраля. За этот период нами было собрано 13 тонн. Но летом у нас не активно шло, потому что люди, скорее всего, разъехались. Вот сейчас, на данный момент, за два дня мы собрали тонну. За все время мы собрали 150 тысяч. Сдать макулатуру может любой желающий, принимая все от книг до обычного картона. Помочь можно и любой суммой. Чтобы закрыть сбор, требуется больше 100 миллионов рублей. Средства нужны в рекордно короткие сроки. Ведь вес Маруси уже составляет 13 килограммов 300 граммов. Еще 200 граммов и даже самое дорогостоящее лекарство в мире может оказаться бессильным в борьбе с тяжелейшим недугом. Сейчас она очень хочет ходить. Она знает, что маленькая она ходила, она могла ходить. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Шукшинские дни на Алтае в этом году не просто перенесли на сентябрь. Из-за пандемии они пройдут практически в камерном режиме. Тем не менее, запланировано более 15 встреч с именитыми писателями и кинофестиваль, участие в котором принимают свыше 30 картин. Накануне в драмтеатре был дан официальный старт мероприятия. Подробнее в нашем сюжете. На пару месяцев позже, чем обычно и в сокращенном формате. Несмотря на все неудобства, шукшинские дни на Алтае все-таки стартовали. В программе нет привычной уличной красной дорожки, общения с гостями тет-а-тет. Однако жители Бийска и Барнаула смогут посетить творческие встречи с писателями, режиссерами и актерами. В ближайшие дни в кинотеатрах региона покажут кинопремьеры фильмов, участников фестиваля. А вот литературную шукшинскую премию вручили уже в день открытия. Присуждена писателю Михаилу Щукину, город Новосибирск, за роман «Емщина». Премия имени Василия Макарыча Шукшина для меня большая честь. И это не дежурные слова, не дань событий. На сегодняшний день, я думаю, творчество Василия Макарыча как никогда актуально. Оно нужно именно сегодня. В рамках кинофестиваля жюри предстоит отсмотреть свыше 30 картин, отобранных из нескольких сотен претендентов. 11 короткометражек, 20 фильмов полного метра предстоит жюри рассмотреть, определиться с победителями. Их мы уже узнаем с вами в пятницу в Бийске. И я уверен, что это будет сложная на самом деле работа. Я всем хотел бы пожелать успешного участия. Девиз фестиваля «Нравственность есть правда». И эти слова действительно ориентир для многих участников. Как в борьбе за первенство, так и в подходе к работам. Некоторые берут пример именно с Василия Шукшина, ориентируются на его кинематографический опыт. Я пытаюсь приблизиться в этом смысле к Василию Шукшину. Чувство вот этой правды. Чувство, наверное, еще какой-то врожденной, что ли, порядочности. Шукшинские дни на Алтае продлятся до 2 октября, дня смерти великого писателя и актера. В завершении награды вручат лауреатам кинопремии. А пока жителей края ждут кинопоказы и творческие встречи, которые пройдут в восьми городах и районах. Артем Гусельников, Данил Захаров. День с толком. И к новостям спорта. Большой хоккей возвращается на алтайскую землю. Хоккеисты «Динамо Алтай» готовятся к серии домашних игр против команды из набережных Челнов. Первенство для наших ребят началось в Красноярске. Там барнаульцы две игры выиграли, две проиграли. Какой настрой у команды сейчас и что ждать от матча с Челнами, узнавал Дмитрий Дроздов. После одного дня отдыха хоккеисты «Динамо Алтай» возобновили тренировки. Правда, без своего главного тренера Владислава Хромых. Наставника вызвали возглавить сборную России до 18 лет. Эта команда будет участвовать в выставочных матчах, которые пройдут в Чехии. К слову, руководить сборной Хромых будет весь сезон. Поэтому покидать барнаул придется частенько. Но благо, есть кому заменить. На домашнюю серию игр «Динамо» в Сев против Челнов тренером будет Александр Усачев. В любом случае соперники все равны. Все матчи в этом году будут непростые. Но задача одна – выигрывать. В этом сезоне у «Динамо Алтай» и новый капитан. Им стал Владислав Кузьмичев. Хоккеист в прошлом году пополнил ряды алтайской команды прямиком из Казахстана. И по мнению игрока, проблем с мотивацией у команды быть не должно. «Находим слова. Мы все, что готовили. Стараемся это выполнять. Тренерские установки. Все свое дело знают. Поэтому я не думал, что у нас будут кидать. Проблемы с этим». Старт сезона на родном льду уже в эти выходные. Первая встреча против Челнов состоится 2 октября в 17.00 и в воскресенье 3 октября в это же время. Два оставшихся матча 5 и 6 октября в 19.00 на Титов-арене. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова